Тем не менее, значит, вот это несколько связанных, естественно, сюжетов, связанных между собой, ну хотя бы моей головой и тем, что я ими вот интересовался, но связанных и внутри, конечно. Ну и первый, как это здесь уже не то чтобы модно, а может быть всюду, и не раз уже звучало это название, это называется зета-функция Риммана, значит. Вот она определяется, как известно, этим равенством, ну, например, для реальной части больше единицы, дальше там у нее полюс, она продолжается, и проблема состоит в том, чтобы знать ее нули, что они расположены вот на вертикальной прямой, реальная часть равна 1 вторая. Очень известная задача. Значит, я буду говорить об одном аналитическом подходе к этой задаче, который тоже известен, не новый, но он пребывал, в общем, в довольно большом таком вот анабиозе некотором, значит, никто на него не обращал внимания лет 50 или 60, вот. А теперь, как бы, к нему интерес оживился, и сейчас я объясню, почему. Значит, это известный подход, который был обнаружен аспирантом Берлинга, Ниманом в 1950 году, и состоит в том, что, значит, вот гипотеза Риммана эквивалентна тому, что некоторая очень простая система функций полна в пространстве L2. Значит, это замкнутая линейная оболочка вот такого семейства функций, ρθ на x, θ между нулем и единицей, это должно быть равно L2, 0,1, где ρ – это просто дробная часть. Это дробная часть, ρ от y, это y минус целая часть от y. Вот. Значит, замыкание в этом же пространстве L2. Вот эта система функций должна быть полна, и это равносильно. Доказательство простое, но, правда, раньше 1950 года, во всяком случае, в Швеции оно дано быть не могло. А вот в Ленинграде – пожалуйста, потому что, значит, основа доказательства – теорема Берлинга об описании вариантных пространств, которые, как известно, были описаны в 1934 году Владимир Ивановичем Смирновым. Работа опубликована в «Известиях Академии наук» на французском языке, однако прошла абсолютно незамеченной, не только до 1950 года, но и до сих пор. Несмотря на всю пропаганду, победить общественное мнение, что это теорема Берлинга, никак не удается. Вот, несмотря на… Приваловка не цитирует? Что? А Приваловка не цитирует? Цитирует, но никто не цитирует Привалова. Книжка Привалова тоже осталась непереведенной. Нет, это замкнутый круг, который никак не удается при личных беседах с кем угодно, с авторами монографии, все им объясняешь. Вот, пожалуйста, вот написано просто Черным Пагамову. Хорошо. Берлинг? Берлинг, разумеется, нет. Нет, но Берлинг все-таки не стал бы так тянуть, понимаете, потому что тут история тоже своя есть. Это был его аспирант, это была его диссертация. Через пять лет Берлинг написал работу, где он немножко обобщил этот результат, немножко модифицировал доказательства, и теперь это называется теорема Нимана Берлинга. Хотя, конечно, Берлинг тут, ну, вот, имеет маленькое. Ну, хорошо. Значит, это вот красиво, но непонятно, что с этим делать, потому что функция ведет себя неважно. Вот она что делает? Она вот делает вот так, все больше и больше. Ну, она ограничена, единицы, естественно. Но она неприятная. Преобразование Фурье ее непонятное, значит. И вот, вот. Это было более или менее в полном забвении до 94-го года. Аксиран? Это фиксирует? Нет, нет, нет. По всем тета. Мы рассматриваем семейство этих функций, где тета пробегает 0,1. Х тоже? Нет, да. Ах, все это в L2. Значит, мы рассматриваем Ак ро тета К делить на Х. Вот такие линейные комбинации. И такие линейные комбинации должны быть плотны в пространство L2 на 0,1. По обычной мере Лебега. То есть, да, да. Ну, в общем, ничего удивительного в этом нет, потому что известно, что гипотеза Риммана – это теорема замкнутости. Это теорема типа Парсюральна. Ну, гипотеза. И поэтому, вот, ну, где-то должно быть, вот, оно вскрытое. Это равенство, его нужно писать более-менее в явном виде, некое интегральное тождество, которое равносильно этому факту. Я не буду это делать, потому что дальше он не будет. Нет, может быть, буду. Да, вот до 993 года, когда один латиноамериканский математик по фамилии Байес-Дуарте доказал, следуя двум работам Васюнина, которые, значит, инспирировал вот эту... Что? Очень может быть, но я же не возражаю, что вы это сказали. Я не... Да, вот. Когда в 93-м году Байес-Дуарте доказал, что здесь достаточно брать тета равно единице на n. И что гипотеза Риммана равносильно тому, что оболочка только, вот, ро единицы на nx. n равно 1, 2 и так далее. Это совпадает с n2 на отрезке 0,1. Значит, это... Нет, это меняет дело. Это меняет дело и, более того, заставляет думать, что тот же Берлинг подозревал, видимо, вот это все, хотя, может быть, он дал Ниману эту тему, потому что еще раньше, в 1945 году, в семинаре Упселы, он сделал доклад, который опубликован теперь в собрании его трудов, о полноте систем функций f nx, где f это одинпериодическая функция, и, значит, она продолжается одинпериодически, вот, в пространстве a2, 0,1. Ну, потому что это ровно такая система, значит, вот, если f от x это ро единицы на x, то это ровно такая система, как тут написано. Да, наверное, конечно, да, да, ну, разумеется, да, и, вот, значит, что же возникает? Вот это и есть тот вопрос, о котором я хочу говорить. Значит, вместо, вот, да, так, а чему конкретно гипотеза Риммана соответствует? Ну, значит, вот она соответствует вот этой функции ро, но я хочу перевести это в пространство голоморфных функций, не льдва. Собирали ли у нас тут не используется? Нет, 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 здесь, здесь, это, это просто фурье, и замена, это что? Это полугруппа, это мультипликативная полугруппа, значит, положительных чисел. Делается преобразование Меллина, она заменяется на аддитивную полугруппу, это инвариантное подпространство, натянутое на эту функцию, применяется теорема Берлинга, то есть Владимира Ивановича Смирнова, и дальше надо посмотреть, какова будет характеристическая функция этого подпространства. Значит, вот, для этого используется интегральное представление дзета-функции Риммана, и оказывается, что эта функция характеристическая, есть дробнолинейное преобразование функции Риммана. Вот, и тогда, просто ее анализируя, видно, что у нее нет сингулярности на мнимой оси, и, значит, в бесконечности нету грифмического вычета, остаются чистые нули, и это нули функции Риммана, значит, вот. Если они там, где надо, все в порядке, если там, где не надо, то возникает дефект. Это доказательство, это теорема. Оно технически несложно, это не... Вот, значит, ну что же, вот я хочу перейти в пространство H2, потому что там больше техники, и вообще это уже использует H2, это использует теорему Берлингового H2 в голоморфных функциях, и, значит, давайте пойдем туда. Значит, здесь мы будем рассматривать, ну, вот, 3D-тейлора, у которых суммируемы с квадратом вот это, значит, коэффициенты, и там мы рассмотрим полугруппу. ТН, которая действует в H2, по правилу ТНФ от Z, это F от Z степени. Подстановка. Значит, это изометрия, при каждом N это изометрическое преобразование, оно как бы разряжает ряд Тейлора, делает его редким, и, значит, мы будем интересоваться вопросом о том, каковы функции F из H2, которые являются циклическими для этой полугруппы, то есть замкнутая линейная оболочка траектории порождает все пространство H2. Вот такая задача. Я хочу сказать, что она включает в себя гипотезу Риммана, потому что для этого достаточно взять функцию ρ от единицы на х, разложить ее в ряд по косинусам, и поставить вместо косинуса в Z в степени К. И тогда это превращается в точности, потому что, ну, значит, здесь норма – это сумма квадратов модулей коэффициентов АК, это изометрическое преобразование, и вот это преобразование, которое стоит тут, это ровно полугруппа ТН. Да, конечно. Нет, ну вот как? Нет, ну вот как написано? ТН – это полугруппа, это ТН, ТК, это ТНК, это мультипликативная полугруппа. Окей? И поэтому, значит, в степени как бы там уже содержится. Значит, вот вопрос оказывается очень интересным сам по себе, и можно ли на этом пути сделать Риммана или нет, это я, конечно, ну, естественно, никаких тут высказываний делать не буду, этого я не знаю, но я знаю, что возникают очень интересные аналитические моменты вот в этой самой задаче. А именно, давайте заметим, что же происходит. Значит, вот мы возьмем эту полугруппу и посмотрим, нельзя ли ее представить, как, поскольку это изометрия, то, скорее всего, это умножение на Z где-то, раз это изометрия там в каком-то торе или где-то. Как это узнать? Надо посмотреть на собственные функции сопряженного. Найти их, они будут зависеть от некоторого параметра, вероятно. И тогда взять преобразование Фурье соответствующее, которое заменяет функцию F на функцию F стильда от лямбда, которая равно F F лямбда. Это такой стандартный пункт, да? И тогда эта полугруппа превращается в полугруппу умножения на лямбда, на спектральный параметр. Ну, это уравнение легко решается. Значит, если мы фиксируем, если мы фиксируем, если мы запишем простые числа P1 равно 2, P2 равно 3 и так далее, P, K, все простые числа в линии, и запишем... Ну, Людвиг, да. Я даже хотел купить вчера вот эту щетку и зашел в хозяйственный магазин. Лучше круглый мел, брат. А где он? Да, нет, круглый мел это идеально, потому что он не дает крошек и... Приложил язык. Ну, в этом все дело. Ну, хорошо. Значит, если мы фиксируем соответствующие собственные числа, которые соответствуют простым, вот если мы фиксируем эти лямбда P, P, K, я их обозначу просто лямбда, K, то тогда видно, чтобы эта система уравнения имела решение из L2, необходимо и достаточно, чтобы они все были меньше единицы, и чтобы сумма лямбда, K в квадрате сходилась, и тогда соответствующее решение, и тогда, значит, лямбда, N, это просто... Значит, если N это P1, α1 и так далее, P, K, αK, то это, соответственно, лямбда 1, α1 и так далее, лямбда K, αK. Окей? Значит, получается такая, и сама функция F, лямбда, это просто... F лямбда от Z, это просто, значит, вот, лямбда в степени αN, Z в степени N, где αN, это, значит, вектор этих степеней, дальше нули, он, в принципе, бесконечный, но он финитный. От Z, от Z, от Z, но сейчас будет Z, потому что такая запись, конечно, делает очевидным, что Z надо тоже размножить, правильно, потому что это мультистепень, значит, лямбда это лямбда 1 и так далее, лямбда K, и лямбда в степени мультииндекс, это произведение, произведение, Лямбда альфа, это лямбда 1 альфа 1 и так далее, и лямбда K, альфа K. Вот, поэтому ясно, что Z тоже надо размножить и заменить его на соответствующие независимые переменные, так, чтобы все встало на свои места. Таким образом, и рассмотреть функцию F с волной от Z, которая от лямбда, вот как это сделать, нет, нехорошо я говорю, и рассмотреть функцию F с волной от лямбда, вот так я сказал, F от лямбда, эта функция зависит вот от этого, ну да, ну да, вот как, вот принудительно, просто собственные векторы нумеруются вот такими линиями, окей? Ну вот они, собственные числа, спектр нумеруются вот этими длинными штуками, потому что для простых P1, P2 и так далее, это независимые, некие числа, которые можно выбрать как угодно, а дальше принудительно, по мультипликативности, потому что TN, TN, я повторяю, это TN, поэтому дальше уже принудительно это возникает такая степень, и вот мы рассмотрим такое преобразование Фурия, это будет функция, определенная на всех таких наборах, которые удовлетворяют вот этому условию, это условие гарантирует, что эта функция F лямбда принадлежит H2, и, значит, во что же превращается наша TN, TNF, это, значит, ну вот, тильда, это просто от лямбда, это просто лямбда, альфа N F лямбда, окей, то есть это произведение, что такое лямбда альфа, лямбда альфа, это лямбда 1, альфа 1, и так далее, лямбда К, альфа К, это умножение на вот эти мультинезависимые переменные, окей, значит, где же это все происходит тем самым? А это происходит вот то, что называется Гильбертов куб, да, или Гильбертов полидиск, значит, это подмножество в L2 маленьком, у котором все координаты меньше единицы, значит, это D, бесконечность 2, множество лямбда из L2, у которых все лямбда К меньше единицы, это неограниченное множество, некомпактное, к сожалению, и замыкание его некомпактно, и, значит, мы рассматриваем, там стало быть, пространство H2, потому что вот эта функция, которая тут написана, значит, легко, вот, на самом деле, это она же, это она же, только здесь Z заменено на лямбда в степени альфа, поэтому коэффициенты ее суммируемые по-прежнему, сейчас, а что я тут написал, не то, не, 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 это, нет, 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 здесь правильно, это же собственная функция, здесь правильно, а вот здесь я ничего не написал, но я могу написать, вот, это, значит, будет просто коэффициент Фурье, Fn, и лямбда в степени альфа n, вот, здесь я могу, вот так, альфа, это, 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 это вот это, вот у нас n, мы его разложили, и альфа n, это альфа 1, и так далее, альфа k, 0,0,0, и так далее, окей, ну, поэтому, здесь я могу просто перейти к суммированию по альфа, альфа ведь независимо, верно же, и записать это как c альфа, c альфа лямбда альфа, окей, и сумма c альфа квадрат будет по-прежнему сходиться, потому что это те же коэффициенты Фурье, что здесь, поэтому это просто пространство h2 в этом мультидиске, это, значит, f, сумма c альфа, лямбда альфа, альфа это мультииндекс, вот такой, неограниченный, но каждый раз фенитный, то есть, начиная с некоторого места нули, и эта функция лежит в h2, это полное, это гильбертовое пространство, все нормально, значит, наша полугруппа, она переходит в полугруппу умножения на степени независимых переменных, значит, я повторяю, вот, поэтому, то есть, умножение на лямбда 1, лямбда 2 и так далее, на независимые переменные, поэтому гипотеза Риммана, эквивалентна тому, что образ, вот, нашей функции, которую я написал, разложив ро на косинус, и потом мы идем в l2, вот, это, это, это функция f, которая происходит из, из, из функции ро, того, что она циклическая, что она циклическая, то есть, что оболочка замкнутая в пространстве h2, лямбда в степени альфа f лямбда, по всем мультииндексам положительным, это h2 в этом гильбертовом мультидиске. вот она тут определено, это пространство определено здесь. Функции, да, h2 на этом, на этом бесконечно мерном пространстве. Значит, что же дальше? А дальше то, что это стандартный вопрос, в комплексном анализе, и, значит, вот сразу видно, что сюда вкладывается, вот, ну вот, так сказать, половина теории функций многих комплексных переменных, потому что просто полидиск обыкновенной размерности n, он там содержится, и соответствующее пространство h2 там содержится, изометрически. просто обычный полидиск dn, который состоит, ну вот, из, значит, лямбда 1 и так далее, и лямбда n, мы его дополним просто нулями, он включается в эту d бесконечность 2, окей? И функция, которая, скажем, принадлежит h2 в dn, это, она, естественно, изометрически вкладывается в h2 d2 бесконечность, и, предположим, вот эта функция здесь, она циклична, только в этом, h2 на полидиске, тогда и только тогда, когда она циклична в большом пространстве. Это легко проверить. Это не вполне тривиально, но верно. Вот. Поэтому, в частности, значит, мы должны знать циклические функции здесь. Но это известный вопрос. Мы уже натыкаемся на речь, которая сравнительно развита. Этим занимался Рудин, еще начиная с 50-х годов, и потом многие другие, в общем-то, во многих книжках по многомерному комплексному анализу, этот вопрос разбирается. Он разбирается, но с каким же результатом, а не с каким. Значит, есть контрпримеры, которые говорят о том, что вот стандартный критерий Берлинга, вот это уравнение замкнутости, о том, что логарифм значения в некоторой точке внутри круга, равен интегралу от логарифма, по границе, он не является достаточным, он не является только необходимым. Это очень простые контрпримеры. Для очень специальных функций какие-то есть достаточные условия, но они не... Вот есть Женя Дубцов, который специалист по этому вопросу, он, может быть, лучше мог бы это место обозреть, но я не хочу этого делать, я просто хочу сказать, что вот какая тут специфика возникает. Вот, в частности, что я могу доказать, вот на данный момент я сам, Все-таки это мой доклад, правда? Значит, что же я могу сделать? Я могу сделать... Ну, тут есть всякие нюансы, потому что вот в этой механике, в этих пространствах H2, для того, чтобы иметь дело с пространством H2, нужно залезать в HP при других P. Так происходит дело в круге, и так происходит дело в поликруге. Этого никак не избежать. А здесь происходит такая ситуация, что пространство HP с другими показателями, оно определено в другой области. Это зависит от области. Вот, потому что, ну вот, значит, что такое? Оно уже разлагается в степенный ряд. Значит, С... Что такое? Да, вот, да. Это же вот С альфа лямбда в степени альфа, правда? И надо, чтобы это сходилось. Поэтому, если это в том же поликруге, а С альфа другие, не суммируемые с квадратом, то получится нехорошо. Вот. Поэтому область определения зависит от P для пространства HP. Это создает большую трудность. Кроме того, ввиду вот некомпактности этого замыкания, там, например, ну такое, ну вот ядро пуассона, которое там легко определяется, оно не ограничено даже внутри. Оно не... Вот. И там, ну вот, преобразование пуассона функции из H2 не ограничено в круге. И много других аномалий, которые возникают, которые препятствуют. Значит, что я могу сказать на эту тему? Я могу сказать, однако, что, значит, вот если... Ну, некоторые достаточные условия. Вот, скажем так, чтобы не кончить просто на вопросе. А как же... Потому что интересно, естественно, вопрос это посмотреть, что происходит с функциями близким к Рос-волной, где Ро происходит из теоремы Риммана. Ну, тут надо сказать много информации. Я не знаю, да. Вот. А что я знаю, это следующее. Ну, например, вот если F принадлежит H2 на D-бесконечность, и если у нее положительная реальная часть, то тогда она цикличная. Ну, условие, что F от Z не равно нулю, для всех Z из этого поликруга, оно, конечно, необходимо. Это почти тривиально. Значит, если мы теперь возвращаемся к исходной задаче Берлинга и говорим об H2 в круге, да, а потом вот F стильды, то можно заметить, что если это было полиномом, то это тоже полином от многих переменных, да. Вот. Так для полиномов можно доказать, что она не только необходима и достаточна, и даже более того, если мы возьмем функцию F, у которой... H2 в круге, у которой в разложении... Это обычная функция в круге от одной переменной, у которой Cn не равны нулю. Значит, спектр Фурье зависит только от конечного числа простых чисел. Понятно, что это значит, да? Значит, фиксируется P1 и рассматривается спектр, который состоит вот из таких только чисел альфа 1, альфа k пробегают все положительные целые числа. Если мы рассмотрим такую функцию, у которой F с крышкой N есть O большое от единицы поделить на N степень при некоторых и н, при некоторых и псилл, то там тоже все в порядке. То есть, это условие, которые необходимы, будет достаточно. Fz не равно нулю, влечет, что она циклична. Ну и, скажем, еще я могу назвать, вот, которое, ну, как бы... Значит, это по виду оно как бы просто, но реально, ну, оно использует некую технику. Например, Теорема Лоисеевича о нулях. Значит, вот эту функцию, на нее надо посмотреть, надо ну, примерно узнать, какова геометрия ее нулей. Она довольно специальная по свойствам, ну, вот, голоморфных функций, даже одной переменной. Это конечное объединение некоторых анометических многообразий, которые лежат специальным образом, надо на них сузить эту функцию и применить там Теорема Лоисеевича для функций, для аналитических функций вещественной переменной. Тогда есть оценка снизу при подходе к нулям, которой можно воспользоваться для того, чтобы аппроксимировать полиномами ПФ функцию единицы, потому что надо сделать ведь вот это. Надо найти последовательность полиномов от многих переменных, которая после умножения на Ф сходится к единице. Ну, грубо говоря, ПН должно стремиться к единице на Ф. Правильно? Вот. Ну, значит, так в лоб, конечно, нельзя, но вот те разговоры, которые я сказал, если для Ф есть теорема Лоисеевича, ее можно применить, то, значит, это... теорема Лоисеевича, состоит в том, что вещественная аналитическая функция значит, имеет многообразие, не нулевая, имеет множество нулей, это конечное объединение аналитических многообразий, и Ф от З больше либо равна, чем некоторая константа умножить на расстояние до этого множества в степени Н. Значит, вот, ну, вот тут теперь не напишешь, да? Значит, вот такое. Ф от З больше либо равно некое эпсилон, расстояние от З до множества нулей Ф в некоторой большой степени Н. Найдется такое эпсилон и найдется такое Н, так что выполнено вот это. Ну, это нечто, за что можно зацепиться. Если мы находимся, скажем, если нули расположены, скажем, на Торе, что вообще говоря не так, нули находятся на границе, но Тор это не граница, граница гораздо больше. Но если они попадают на Тор, то есть многообразие вещественной размерности Н, то тогда нули эти имеют размерность не более чем Н-1 и поэтому эта штука позволяет заключить, что единица на Ф суммирована с некоторой степенью при помере Лебеда на этом Торе. и это дает этот результат. Ну, его можно, так сказать, немножко по-другому препарировать, так как это иногда делается вот в одной переменной, а именно сказать, что если Ф немножко получше, чем вот 2 плюс Эпсилон, а значит, не обращается в 0 в круге и единица на Ф принадлежит хотя бы в некоторой маленькой степени дельта принадлежит аж 2, то тогда тоже все в порядке. Вот дельта больше нуля и Эпсилон больше нуля, то тогда тоже она слабо обратила. Но я повторяю, вот эти все заготовки, они, конечно, могут сыграть, если получить информацию о рост волной. Вот рота-функция, которая происходит из интегрального представления функции Риммана, рост волной записывается в явном виде, но, к сожалению, на языке коэффициентов Фурье. А на языке коэффициентов Фурье, ну, тут получается очень смешно. Вот если мы будем смотреть полиномы, то, скажем, для полиномов до степени 5 все переписывается, а для 6, ну, уже начинается такой базар, что не уследить и никакого необходимого и достаточного условия лично я не знаю для общего полинома. Ну, вот это такая задача. Значит, там есть смешные вещи, ну, например, вот лямбда Ф минус, лямбда минус, я прошу прощения, минус Z в степени N. Вот в обычном H2. Вот когда она циклична относительно, лямбда число больше единицы, вещественное. Когда она циклична относительно ТН, относительно нашей исходной полугруппы, тут уже никакого размножения переменных нет. Вот просто мы находимся в круге. А, о, спасибо. Вот. Значит, когда она циклична? Ну, тут вот забавно есть неравенство, значит, тогда и только тогда, когда N при ней не очень большое. А что там происходит при больших, ну, я не могу сказать, но не циклична. Это, значит, вот логарифм 2 на логарифм единица плюс единица поделить на лямбда. Вот примерно так. Тогда, значит, до этого уровня она циклична, а потом она быть ей перестает. Она, вот эта функция. Вот. Относительно ТН. Ну, значит, проверка, естественно, такая. Это полином, надо размножить переменные по правилу и посмотреть, есть ли у него ноль в полидиске. Ну, да. Хорошо, правильно, да. То есть, это изометрия, каждая изометрия, она вполне не унитарная, к ней можно применить теорему Вольда. Мы напишем, это будет бесконечномерное, у нее бесконечномерное КО, это самое, вот, да. Значит, это важно. И возникнет некоторое необходимое и достаточное условие на векторном языке, на операторном. Нужно, чтобы некая там функция операторная была внешней. Вот. Ну, расшифровка этого не поддается никаким абсолютно. То есть, в этом направлении я даже не пробовал и мне кажется, что это полная безнадёга, потому что ведь вот даже для конечномерного, когда вот эта коразмерность конечномерна, то возникают очень большие трудности. То есть, там есть критерии внешности, но это надо брать все детерминанты, не только главные, а все, и смотреть там, есть ли у них общие множители, ну, в общем, вот, вот, вот. И это, 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 это целый, это, это, это лес вопросов. Поэтому маловероятно, кто знает, вы знаете, вот, к слову говоря, вот Дебранш, тут, значит, много над ним смеются, он же настаивает, что он решил. Вот на этом направлении, о котором вы говорите. Да. То есть, не используя ТН, ТН это как бы, ну, некая, так сказать, если угодно новинка, вот я обратил на это внимание. А Дебранш просто каноническим образом, вот он берет, там, эту функцию, запихивает ее в свою модель, которая совершенно гениальна, это никто не спорит, это одно из основных орудий 21 века в классическом анализе. Вот, в этом маленьком кусочке. И, значит, дальше возникает вот бесконечно мерная некая функция, про которую он утверждает, что она является внешним. Нет, у него находят ошибку, потому что там нечто, там вот должно быть положительным, оно в некоторой точке отрицательное. А тогда он говорит, это не важно, потому что в этой функции, он же так и с Бибербахом тоже говорит, не важно, потому что там только конечное число отрицательных квадратов, а для конечного числа все равно все идет. Ну, тут уже вот никто пока, так сказать, не проверил конечное, потому что текст все равно остается нечитабельным, а, значит, Кириллова нет? Да, нет, не Кириллова, Емельянова. Емельянова, да, нет на него Емельянова, и Емельянова все исчезли. Анатолий Моев Мисеевич, их больше нет. Вот, они, они просто перевелись. А он жертвой. Он мне пишет регулярно, вот у меня в кармане последнее письмо, на которое я еще даже не ответил, всегда на бумаге, никогда не использует эту электронику, где говорит, вот найдите, меня к такую команду, как была вот в 84-м году. Ну, ну, значит, я говорю ему, это невозможно. Причем, ну, он жалуется уже в голос, он просто плачет, вот последний раз, буквально, вот он выступал в Бордо, в мае месяце этого года, значит, ну, он говорит, что моя карьера погублена, никто мне не верит, там полное доказательство, меня преследуют на моем факультете, мне режут там гранты, там, ну, вот, все, понимаете, ну, что? Я не знаю, может быть, понимаете, ведь все-таки в финале, вот его, этот Бибербахта, там действительно было 400 страниц, крайне путанных, но все-таки ведь в финале оказалось не только верным доказательство, которое нашел Емельянов, но так, как он делал, да, это оказалось верным, несмотря на то, что теоремы от 100 до 76 были неверны, а вот, а вот если вернуться к 76 и потом отмотать, вот мы этим с Василием Ивановичем занимались, написали две толстых работы, которые мы считали интересными, на них была реакция, они пригодились в стереоуправлении, как ни странно, да, потому что, ну, хорошо, это к делу не относится, значит, следующая задача, еще есть время, следующая задача, о которой я хочу сказать, это тоже известная задача, она называется проблема Кодисона Зингера, значит, проблема Кодисона Зингера, она происходит из одной описки или ошибки, или, я не знаю, недоразумения в книжке Дерака «Основание квантовой механики», значит, где он давал аксиоматику, аксиоматический ответ на полемику, о скрытых параметрах, вот, была такая в 20-е годы, там есть некий параграф на эту тему, где он пишет, вот, мы рассмотрим некоторые коммутативные семейства наблюдаемых, значит, самосопряженных операторов, и будем искать их спектр, значит, как мы будем искать их спектр, мы меряем, вот, значит, есть измерения, которые в основном сводятся к тому, что находится скалярное произведение, АХХ, где Х, даже не просто векторы, а желательно, чтобы мы верим собственными векторами этого оператора, если спектр дискретен, то тогда это настоящие собственные векторы, если спектр непрерывен, то тогда вот известное диряковское рассуждение о векторах бесконечной длины, ну, дейтофункциях, фактически, так или иначе, находится, вот на этом не останавливается, это там аксиома номер один, дальше он говорит о аксиоме номер два, что вот уже зная это, то есть определив из эксперимента спектр вот этого фиксированного коммутативного набора операторов, мы будем пробовать другие операторы с помощью тех же самых, с помощью тех же измерений, ну, то есть, каким образом, значит, это измерение, вот первое, оно дает, так называемое чистое состояние на этой коммутативной алгебре, мы его продолжим, это чистое состояние, до чистого состояния, там, и мы должны знать, чтобы не было этих скрытых параметров, что это продолжение полностью определяется тем, что было задано на коммутативной алгебре, ну, и дальше, значит, там дальнейшие фантазии, вот, но вот это и есть задача Кодисона Зингера, есть ли это единственность, значит, она формализуется следующим образом, да, она формализируется следующим образом, значит, задача Кодисона Зингера, Зингера, значит, Зингер, это, который от Я и Зингера, значит, тот настоящий Зингер, это датировано 1959 годом, одна из наиболее старых задач в классическом анализе, которая не решена, значит, конкретно задача ставится так, ну, значит, я не буду говорить о другом, что Дерак все-таки вот промахнулся, когда говорил о непрерывном спектре, потому что, если формализовать его слова, то надо рассмотреть, вот, максимальную, абелевую, самосопряженную алгебру операторов, на ней надо рассмотреть чистое состояние, то есть, значит, положительный функционал, который, линейный, который равен единице на единице, ва, ва, вот здесь, чистое состояние на а, и Дерак утверждал, что тогда существует единственное продолжение этого альфа до чистого состояния на алгебре всех операторов B. Окей? Ну, значит, это грубо неверно, если это алгебра, имеется именно непрерывный спектр, так что тут спекуляции о, значит, вот, дейта функциях тут ни при чем, а состоит просто в том, что это максимальная алгебра, абелевая алгебра, это же простая вещь, это, да, это просто пространство L-бесконечность, и поэтому, если эта L-бесконечность содержит непрерывную часть, это просто L-бесконечность по некоторой мере, и поэтому, если есть там абсолютно непрерывная часть, то это L-бесконечность 0,2π, изоморфно, ну, а на эту алгебру, значит, это подалгебра алгебры L2 на 0,2π, просто которые действуют как оператор умножения, а на эту алгебру есть много положительных проекторов, это еще замечание Фон Неймена, На нее есть много положительных проекторов, а каждый положительный проектор дает продолжение. И если проекторы не равны, то и продолжения не равны. Вот и все дела. Значит, нет никакой проблемы. Ситуация меняется, если исходное коммутативное семейство имело настоящий точечный спектр. Тогда эта алгебра имеет дискретный спектр, и это пространство L-бесконечности, которое рассматривается как умножение в алгебре маленьком L2. И на это пространство уже есть ровно один положительный проектор. Поэтому так сказать нельзя. И вопрос открыт. Вот это и есть задача кондиционного Зингера настоящая. Значит, у нас есть алгебра L-бесконечность, маленькая, с поточечным умножением, просто последовательности ограниченные с поточечным умножением. Там есть чистое состояние. Что это такое? Всякое чистое состояние на коммутативной алгебре мультипликативно, поэтому это просто мультипликативный функционал Гельфанда, поэтому это просто элемент компактификации. Вот. И, значит, ну, ультрафильтр. Ультрафильтр на N, а, значит, ультрафильтр на N, а, значит, действие, это просто его действие на диагональный оператор, диагональный, вот, Зинг бесконечность, диагональный оператор, а N, это просто предел по этому ультрафильтру. N принадлежит А. Вот. И все, да. Поэтому, значит, есть стандартное, естественно, продолжение на всю алгебру. Если есть алгебра и у операторов, и у нее вот эти, значит, матричные представления, то продолжение просто стандартное, просто тут вместо N нам надо взять TN. И все, беда. Значит, альфа-тильда, это продолжение альфа, это предел по альфа-ТНН. И довольно легко показать, что это из чистой состояния, то есть, некоторое продолжение всегда есть. Вопрос в том, единственное, для запуска этой проблемы. Ну, она выглядит довольно специально, тем более, что полемика по поводу, так сказать, параметра уже давно, так сказать, прошла. И если бы не одно обстоятельство, если бы за эти вот 50 лет не было обнаружено, что задача Кондисона-Зенгера эквивалентна еще примерно десятку других вопросов, каждая из которых, ну, вот, заслуживает, надо прямо сказать, внимание. Значит, давайте я вам объясню, значит, эти вопросы, приведу некоторые, ну, скажем, три таких вопроса, наиболее ярких. И, ну, как сказать? Алгебра не сепарабельная. Алгебра не сепарабельная, но пространство едва маленькое все-таки сепарабельное. Вот. А те вещи, которым она эквивалентна, они не только сепарабельны, но даже конечномерны. Есть же, вы знаете, переформулировка эквивалентная в терминах матриц N на N. Вот есть некий факт, который сейчас я скажу, который этому просто равноселен. Но проверить его не удается. Значит, ну, первая переформулировка была сделана еще в работе Кодисона Зингера, потом ее переоткрыл 10 лет спустя Андерсон, и она под именем Андерсона фигурирует, хотя, конечно, один к одному она у Кодисона Зингера содержится, и состоит в том, что вот эта проблема или гипотеза, что ли, конжектур, да, вот, значит, гипотеза Кодисона Зингера, которая стоит в том, что такое продолжение единственное, всякий раз, что она равносильна следующему свойству диагональной компрессии. Диагональная компрессия, которая во многих работах называется пейли. Хотя очень неудачное название. Диагональная компрессия, да. Хотя название очень неудачное, оно просто, ну, вот, дизинформировано, ну, вводит в неправильное направление. Диагональная компрессия стоит в том, что для любого ограниченного отображения из E2 в E2, значит, линейного, естественно, и для любого E2 найдется такое разбиение индексов натурального ряда. Так что, вот, разность T минус диагональ, T, мала, на каждом куске отдельно. P, A, I, P, A, I, меньше эпсилон для любого E. Значит, что это такое? Это проектор, ортогональный проектор на линейную оболочку E, K, этих базисных векторов, K принадлежит Айне. Значит, что это означает? Это означает просто, что вот у нас есть матрица, да, что мы можем разбить множество индексов на конечное число, ну, не интервалов, а, значит, множеств, да, так что потом вот эти блоки, которые возникают, здесь тоже то же самое. Вот эти блоки, каждый из этих блоков, их конечное число, он имеет норму меньше эпсилона. Да, операторную норму, что попросту говоря, вот этот блок, он близок к диагонали, с точностью любого эпсилона. Ну, очень простое свойство. И, правда, я бы не сказал, что натуральное, оно очень странное. И, скорее всего, оно неверное. Но, однако, вот, после кондиционного Зингера первые 20 лет все старались его доказать. Да, просто ограничено. Да, просто ограничено. Никакого условия на норму, ни на что больше нет. Первые 20 лет люди старались это доказать, была немалая работа, они продвинулись довольно далеко. То есть, описано немало классов операторов, для которых это верно. Много операторов теплица, не все. Много операторов ганкеля, много операторов умножения, много всего. Но никогда вот не... Ну, вот, так сказать... Самосопряженно достаточно. Да, конечно, достаточно проекторов. Потому что множество всех таких, которые квазидиагонализируются, это замкнутое линейное подпространство. Не под алгебр, к сожалению, умножать нельзя. Но это замкнутое линейное подпространство, поэтому... Самосопряженное. Self-adjoint. Поэтому оно порождается проекторами, которые... Вот. И поэтому, значит, просто достаточно всех проекторов. И более того, можно вообще, можно фиксировать один оператор. Ну, если кто-то любит какой-то оператор, бесконечно мерный. Ну, скажем, ну, скажем, оператор Гильберта, вот, проекцию Гильберта. Но тогда менять базис. Если для проекции Гильберта... Да. То так вот все. Это... Это означает, что можно диагонализовать больше. Да. Ну, более-менее, да. Квази. С точностью до эпсилона поддается вот такой диагонализации. А базис, собственно? А базис, ну, нет. Ну, он куда? Как, собственно, нет. Он далек особо. Ну, вот. Да. В некотором смысле. Значит, когда я говорю... Что? Это вене конечное. Да. Когда я говорю о матрицах, то вот маленькое замечание состоит в том, что вся задача, и, значит, ответ равносильно ровно такому же для матриц. Из СН в СН. С одним только условием, что Р не должно зависеть от Н. Р не должно зависеть от Н. И это равносильно. Потому что дальше довольно простой, там, некая индукция, которая позволяет выйти к этому. Ну, значит, я не буду эти классы называть, для которых это доказывало. Но там участвовали большие люди. Вот Бургейн, в частности, Дзефрери, там, Полсон, там, целая куча известных аналитиков, которые приложили руку. Доказательства иногда серьезные. В частности, вот, среди работ Бургейна, в списке, там, синие работ, за которые он получил медаль Филса, две работы относятся к этой тематике. Вот одна на языке квазидиагонализации и другая на языке, значит, вот, о котором я сейчас скажу следующая перифроводная робка, которая совсем другая, которую Бургейн же и нашел. Значит, Бургейн нашел, что это равносильно следующему, ну, в общем, в некотором смысле еще более удивительному свойству, которое, с какой бы стати ему было бы быть верным. Но, однако, вот, контрпример, так сказать, никак не находится. И более того, я повторяю, что вот он сам двигался в положительном направлении все время, и, значит, вот второе, это так называемая гипотеза Бургейна-Дзефрелин, 1989 год, которая состоит в следующем. Это, это, это равносильно, значит, вот Кодисону-Зингеру, состоит в том, что, опять же, для любого Т из Е2 в Е2, не буду Е2 в Е2, буду по-другому, потому что хочу немножко сказать про себя, значит, потом, вот в Кильбертовом пространстве, производимся, где угодно, и для любого ортогонального семейства, Еn, такого, что Тен больше либо равно, чем Еn, для любого n, вот если это выполнено, тогда существует такое разбиение АР индексов, так что сужение оператора на каждое подпространство просто обратилось слева, так что ТХ больше либо равно ДТХ для любого Х из соответствующего подпространства, H, АИ, H, АИ это оболочка тех элементов базиса, которые, для которых К попадает в АИ, окей, Дельта некоторое положительное число, значит, вот и все, значит, если оператор обратим на элементах базиса, то он обратим, грубо говоря, ну не во всем пространстве, но можно разбить на конечное число кусков, это крайне странное заявление, конечно, но вот я повторяю, что и остается, значит, сам Бургейн доказал следующее, что вот если это все дано, то существует множество положительной плотности, в n положительной верхней плотности больше либо равно эпсилон больше нуля, так что это верно. Для этого А разбиение не возникает, потому что если он доказывает, что множество такой положительной плотности найдется, дальше, конечно, можно взять дополнение и повторить процедуру, но, к сожалению, она не замыкается, она уходит, и только в конечномерном случае можно ее довести до конца, и в конечномерном случае получается разбиение на логарифм n подпространстве, для которых есть оценка снизу, вот пользуясь теоремой Бургейна, примерно логарифм n, значит, у самого Бургейна было дельта равно эпсилон, равно единице поделить на 10 в степени 72, вот, значит, такое число, и доказательство, вот, это вторая его работа, которая была включена в этот филцевский список, значит, ну, она полна анализа, там, вероятностные методы, это, множество, конечно, выбирается случайным образом, некоторая процедура, и в самой оценке снизу, там, чего только нет, там, очень тонкие свойства Полинова-Себешова, там, вот, анализ, вот, абсолютно удивительным, что вот нынешний лауреат Невандиновской премии Шпельман, который никакого отношения к этому не имеет, нашел доказательство, которое, ну, не нулевое, там, скажем, 10 страниц текста, но совершенно натуральное, никакой нет вероятностной техники, оно совершенно детерминистическое, и, значит, что? Этого факта. Да, этого факта. Вот этого, не, вот этого, и более сильного, потому что здесь и ЕН, а у Шпельмана вот то, что называется Фрейми, да, вот Фрейми, не базис ортогональный, он делал это, конечно, для каких-то своих инженерных, там, прикладных, значит, вот, вещей, но доказательство использует только формулу Вель для детерминанта возмущения, ничего более, одномерного возмущения, то есть, ну, вот, абсолютно ясное, доставляет огромное удовольствие. Доказательство, Бургейна тоже доставляет, ну, своеобразное, другое. Для какого оператора это неизвестно? Ну, как бы это сказать, ну, например, для оператора теплица, вот, с более-менее негладким символом, значит, если оператор теплица, то, опять же, рекорд принадлежит Бургейну, Т, Т, Фи или Ганкель одинаково, одинаковые условия, это, 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 это класс Бесова, там, не помню, два там альфа, альфа, альфа чего-то, больше одной второй, или вот, что-то в этом духе, сейчас не буду цитировать, то есть, в частности, он там ответил на некие вопросы технические, которые возникали, в частности, там есть характеристические функции, множеств, которые, которые имеют положительную меру и не содержат интервалов, и это чему же равносильно тогда? А равносильно следующему, что если мы возьмем такое множество Е на единичной окружности, да, то мы можем разбить в конечное объединение, значит, вот, эту спектр, да, такой, что на каждом куске интеграл F квадрат не превосходит С на интеграл по множеству Е F квадрат для любого F со спектром из L2AI I равно 1, 2 и так далее N. Понятно, что это значит, да? Вот. И, значит, а множество Е, я повторяю, значит, вот оно нигде не плотное, но положительной мерой. Естественно, вся задача равносильна тому, чтобы сделать это для любого множества Е. это другая, не бургинь. Вот просто это. Не то там, а вот просто для операторов умножения. Это не оператор Теплица, это оператор умножения. Ну, для Теплица такая же картина. Ну, вот. Так что, вот конкретно надо брать плохие операторы умножения, даже вот просто плохие характеристические функции, потому что они проекторы, их достаточно. И это получается. Ну, вот что же. Значит, я могу сказать, что ну, вот мы немножко в этом направлении продвинулись. То есть, значит, первое, я сказал, 20 лет все искали доказательства, что это верно. Ну, есть много указаний на то, что это верно, но, значит, последние 25 лет, значит, все ищут контрпример. Особенно, вот, значит, как бы сказать, разозлило аналитическое сообщество другая эквивалентная форма, которую я не привожу, но она устная, ее можно сказать. Ну, вот, скажем, любой фрейм есть конечное объединение Байлеса-Фриса. Или на языке аналитическом, если вы рассматриваете задачу интерполяции типа Коррелесона, ну, я не буду, нет времени вдаваться в детали, то если верна теорема вложения для некоторой последовательности, то это есть конечное объединение интерполяционных множеств. Факт известен для многих пространств. На этом люди делали себе карьеру, то есть, они вот брали эту тему для какого-то класса пространств, Бергмана, Фока, там, Хардин, многомерные занимались этой деятельностью, публиковались там в акты математики, я вот могу такие примеры. Каждый раз это своя тяжелая техника. А что же предлагает гипотеза Кодисона Зингера, если она верна? Все это не надо. Все это сразу одним скопом, просто как следствие того, что, значит, ну вот, поэтому, так сказать, психологически аналитикам, конечно, ясно, что ответ должен быть отрицательный, но ответ не находится. Значит, вот, что я могу сказать? Я могу сказать, что верно следующее в отрицательном направлении. Значит, что нужно сделать, чтобы ее опровергнуть? Нужно найти такой, такой, значит, чтобы ее опровергнуть, нужно найти такой ортогональный базис, ну, или, скажем, безусловный базис, да, для которого вот это верно, но не найдется никакого разбиения, на котором была бы обратимость, да? Вот что мы можем сделать, это работа с Василием Ивановичем Васениным, это мы можем найти такой базис суммирования. Ну, вот, базис, базис суммирования относительно некоторого линейного метода суммирования, который, кроме того, блочно-ортогональный. То есть, вот, если его разделить на блоки, то блоки между собой ортогональные, для которого это не верно, для которого есть такой оператор, что никак разбить не удается, значит, вот он, например, Ну, так сказать, дотянуть это до того, что нужно, значит, нужно безусловно базис. Даже дотянуть до базиса Шаудера, вот, это другая тема, она даже заявлена в анонсе, но я плохо контролирую время. Все, все, да? Вот, да. Она, это следующий номер, который там в программе был объявлен, то есть локализация спектра мультипликаторов. Я просто смотрел на операторы, для которых не только есть это неравенство, а для которых это просто собственный вектор. Но только ен не ортогональный, а вот похуже. Ну, чем лучше, тем лучше. Например, базис обычный, базис Шаудера. Ну, и там возникают всякие эффекты. Базис Шаудера не так много, то есть как бы их больше, чем ортогональных, потому что, ну, пруд пруди. А с другой стороны, конкретных примеров нет. Единственный источник это условия Макенхаупта, вот, значит, весовые экспоненты с весом. Ну, и удается построить такой вес Макенхаупта, для которого, значит, есть базис, и для которого этого свойства нет. Вот. Ну, какого свойства нет? Такого свойства нет, что спектр не локализуется. Вот, собственно, и числа. Значит, ен это базис, т ен это лямбда н ен. Ен это базис, это просто экспоненты, е в степени индекс. Это базис, лямбда н отделены от нуля. И это, скажем, не превосходит нормы, которые не превосходят единицы, но оператор не обратил. Вот. Значит, если этот базис безусловный, то это невозможно, естественно. Если он ортогональный, он все сводится. Вот. А если он чуть-чуть похоже, то это уже возможно. Значит, для многих случаев классических, вот, например, теорема Винера-Питта, эффект, где то же самое, только в пространстве L1, а не L2, там ответ известен, он количественный, он зависит от дельта. Вот. Пример Винера-Питта, в L1 был давным-давно, правда, с неверным доказательством, что такое дельта есть, для которого нет обратного. Это, в этом случае, это просто мультипликатор Фурье. Вот. Не обращается. Но, значит, оказалось, что если все-таки этот мультипликатор Фурье плоский, то есть дельта, скажем, больше, чем единица на корень из двух, то тогда все-таки это верно. То есть это указывает на то, что эффекты там довольно вот такие тонкие, количественные, которые, вот, и тут есть некоторый другой материал такого типа, но поскольку время истекло, то я благодарю за внимание. А вот как частичные положительные открытия прогуляризуются в зерном дискоте? Они прогуляризуются очень просто. Они прогуляризуются очень просто. Я на меня повторение не сказал. И стоит в том, что, скажем, вот эта диагнозная компрессия для операторов ты. Как эта, да? Она просто относится к тому, что для любого чистого состояния на n, для любых двух его продолжений alfa-3 от t равно 2h. То есть это единственное продолжение на данное... Да, на данное... Это просто индивидуальное х. А вот здесь семейство надо. Ну вот, нет, ну а дальше что же? Множество этих операторов, измейность, самостоятельно и замка. Больше других, кажется. Ну а не ауку. Нет, ну как сказать, если она ауку, то все получится. Значит, я решила. Достаточно доказательного аналога, потому что можно вложить. Там, конечно, есть нюансы. Например, вот когда нам было заказано, что достаточно 3-й год. 20-й год. Значит, почему так? Потому что если вы возьмете сумма, то все ограничено, а прежнете треугольные, то и неограничено. И еще тоже, если вы возьмете треугольные ограниченные, скажем, нижние треугольные, то вы предложите верхние треугольные, то сумма будет не так. И поэтому, даже если все хорошо становится, то как-то идти дальше, то мы используемся хитроумные треугольные, которые, значит, просто вам приятно было видеть. И это я думаю, но вам нужно. Но вот даже такой мелкий шаг, я чувствую, он не в кого сейчас. Еще вопрос? Спасибо. 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 Спасибо.